Раз в два года Совет Европы организует конкурс, в котором выбирают лучший восстановленный ландшафт. На этот раз Далгопилская крепость получила главный приз и признание на европейском уровне, обогнав не только 8 претендентов из Латвии, но и всех соперников из 39 стран, подписавших конвенцию о сохранении природных ландшафтов. Проект регенерации Далгопилской крепости признан лучшим в этой серьезной конкуренции. Можно участвовать и представлять свои проекты, и Далгопил так и сделал, и подал заявку нашей крепости, и комиссия единогласно признала наш проект самым-самым лучшим. И традиция такая, что в том месте, которое победили, все съезжаются, обмениваются информацией и получают награды. Благодаря победе в Далгопил съехались более 100 представителей 25 государств, для того, чтобы поздравить нашу страну и город с высокой наградой. А также воочию увидеть саму крепость и ее ландшафт, ставший магнитом для многочисленных туристов. А также обменяться опытом, участвуя в специально организованной по этому случае конференции, прошедшей в лабораторном корпусе Далгопилского университета. Посланцев Европы приветствовали ректор университета Ирена Кокина, первый вице-мэр Далгопилса Игорь Прилатов, парламентский секретарь Министерства защиты среды и регионального развития Рейналдс Моуцинш. На конференции презентовали сам проект регенерации крепости, особое внимание уделив комплексному подходу к этому трудному, требующему работы хорошо слаженной команды специалистов, процессу. Все это позволило соответствовать целому ряду критериев, выдвинутым Советом Европы. Всего есть несколько критериев оценки. Долгосрочное развитие территории, участие общества и понимание о ценности ландшафта. 13 заявок, которые представлены на форуме, вдохновляют своими достижениями весь мир. Все проекты очень разные, но методы работы впечатляют. Сама церемония награждения прошла в концертном зале Дома Единства. Здесь признанием были отмечены 13 проектов из Бельгии, Италии, Норвегии, Словакии, Андорры, Чехии, Финляндии, Франции, Греции, Венгрии, Сербии. Как уже отмечалось, главный приз достался Латвии. Нас увидели, нас заметили и нас награждают. И это награда Совета Европы, та благодарность за ту работу, что мы сделали вместе. Но мы не должны останавливаться, еще много должны сделать. И эта награда нас ведет к следующим работам. Из рук председателя Совета Европы высокую награду получили первый вице-мэр Игорь Прилатов и председатель комитета по образованию и культуре Дагубилской думы Янис Дукшинский. Вице-мэр отметил, что это признание не дает почивать на лаврах. Впереди еще много проектов и планов по восстановлению жемчужины Дагубилса. Сейчас готовится очень много проектов на развитие, на реконструкцию многих зданий, которые находятся в крепости. Это инженерный арсенал, которым в будущем планируется сделать музей моторов автомобилей, филиал Рижского музея. Планируется оборудовать стоянку для кемпинга, реконструкция казематов и прочие проекты, которые будут, я думаю, востребованы как у туристов, так и будут отмечены высокими оценками жюри. Награда не только признание, но и подтверждение того, что все эти годы самоуправление шло правильной дорогой, заботясь о том, чтобы вдохнуть жизнь в некогда деградирующий район города. Если мы делаем какую-то работу, хочется понять правильно, неправильно, то эта награда, конечно, показывает, что мы, наверное, на правильном пути. И это признают другие специалисты из многих-многих стран. Есть надежда, что европейское признание заметит и правительство Латвии, поддерживая софинансированием многочисленные идеи и проекты самоуправления. Я надеюсь, я думаю, что министерства, которые этот факт будут серьезно воспринимать, конечно, поможет нам в дальнейшей реализации различных проектов и более активно совместно с министерствами разрабатывать различные документы планирования по развитию крепости. Сюжет подготовлен специалистами отдела общественных отношений и маркетинга Дагопилской городской думы.